МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водитель Калины не увидел или проигнорировал знак, запрещающий поворот налево, и столкнулся с шестеркой. Удар пришелся на пассажирскую сторону. Машина перевернулась на крышу и прокатилась несколько метров, в том числе и через пешеходный переход. К счастью, в этот момент на нем не было людей. Я ехал по своей полосе, не нарушая. Смотрю, выезжает таксист. Не успел среагировать, он мне ударил вбок. И все, перевернулся. Не пострадали? Нет. Сами выбрались? Да. По словам водителя, перевернутый автомобиль ему не принадлежит. Родственники из деревни доверили ему авто, дали денег, попросили отремонтировать машину. Ремонт был завершен накануне. В частности, была заменена дверь, на которую пришелся основной удар. В результате ДТП двигатель не пострадал, а вот кузов автомобиля придется восстанавливать практически полностью. Еще об одной аварии. На этот раз в Саиногорске ДТП стало поводом для судебных разбирательств. В конце июня во дворе одного из жилых домов «Жигули» столкнулись с велосипедом, которым управлял 7-летний мальчик. Родители искалеченного малыша не услышали даже извинений. Кроме того, сегодня от них требуют восстановить помятый автомобиль. Ситуацией разбиралась Ольга Стельмах. Свой велосипед Саша Кирсанов сегодня хранит в гараже. Вряд ли он понадобится мальчику в ближайший год. Не позволит здоровья. На нем он столкнулся с автомобилем прямо во дворе собственного дома. Я ехал тут, заметил машину, и потом я ничего не помню. Очнулся я только в скорой. За рулем «Жигулей» 99-й модели сидела молодая женщина. По ее объяснениям, она увидела ребенка и даже пыталась затормозить, но столкновение сбежать не удалось. В результате у мальчика ушибы, сотрясение головного мозга, большая гематома на голове, следы от которой до сих пор остались видны. И две недели под наблюдением врачей. Впрочем, административное дело возбуждать не стали. Само-произвольная была накатана дорожка, тем более под уклон, дворовая территория, сбоку росло дерево. И несовершеннолетний выехал на велосипеде, и мимо приезжала автомашина, и он передним колесом ударился в машину. Родители Саши Кирсанова отчасти свою вину признают, не усмотрели, но с вердиктом дорожной инспекции не согласны. Ребенок сам нарушил правила дорожного движения, чем въехал в автомобиль, и от этого же и пострадал. Такое ощущение, как будто он въехал в стоящий автомобиль, сам пострадал, и сам же виноват. Но это не так. Разрешенный максимум в жилой зоне – 20 км в час. Двигались ли «Жигули» с такой или меньшей скоростью, родители сомневаются и не спешат назвать своего ребенка виновником аварии. Женщина, сидевшая за рулем Лады, так и не навестила пострадавшего мальчика, хотя с его семьей связалась. Буквально на второй день с требованием возместить ущерб от помятого автомобиля. Ребенок лежит в больнице, а вы, пожалуйста, мне восстановите автомобиль. Ну, извините, вы хоть прощение попросите, вы сбили ребенка моего, и он получил травму. Семья Кирсановых сегодня обратилась за помощью к юристу и намерена добиваться тщательной проверки по аварии. Впереди выводы экспертов и долгие судебные разбирательства. Между тем, уже осенью Саша должен идти в первый класс. Однако, пока мысли далеко не о школе. Впереди – обследование у республиканских врачей. Ольга Сельмах, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. 17 лет лишения свободы получил мужчина, которого обвиняли в педофилии. Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении Владимира Завиткова. После судебного следствия коллегия присяжных единодушно признала доказанными три эпизода изнасилования 45-летним мужчиной своей несовершеннолетней падчерицы. Присяжные, даже не имея сведений о его личности, решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Отметим, Завитков не новичок в криминальном мире. Он уже был судим за хулиганство, причинение вреда здоровью средней тяжести, убийство, а также еще одно изнасилование несовершеннолетней, которое совершил несколько лет назад. Дочь своей сожительницы Завитков впервые изнасиловал в феврале 2012-го. 14-летняя девочка тогда пожаловалась маме, однако та не предприняла никаких мер по защите ребенка. Впоследствии мать была лишена родительских прав. Суд присяжных согласился с государственным обвинением, вынес обоснованный обвинительный вердикт, наказание 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор законный, обоснованный и справедливый. Доцент кафедры сельскохозяйственного института ХГУ подозревается в получении взятки от студентов. По версии следствия, в июне 2013 года 33-летний доцент ветеринарного факультета во время приема устного экзамена неудовлетворительно оценил знания двух студенток и потребовал от девушек за положительную оценку вознаграждения в виде шуруповерта стоимостью чуть более 5000 рублей. Переиздача была однозначена на 28 число. Через несколько дней, находясь в кабинете, подозреваемый получил от студентов в качестве взятки шуруповерт и выставил им в зачетной книжке удовлетворительные оценки без фактической проверки знаний. Преступные действия подозреваемого были пресечены в момент получения взятки. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Добавим, что максимальное наказание за данное преступление от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 60-ти кратной суммы взятки. А между тем, сегодня официально разрешено купание только в четырех местах. По данным управления Роспотребнадзора по Хакасии, всем требованиям соответствует городской пляж в Абаканской зоне отдыха, пляж базы отдыха Туманы в Багратском районе и в Саиногорский берег реки Енисей в районе школы номер один и пляж берега Гравийного карьера. Эпидемиологи продолжают контролировать качество воды 16 водоемов республики в разных городах и районах. По результатам мониторинга за июнь не соответствует гигиеническим нормативам вода в реке Тесь, в Баграде и в карьере села Калинино. Там обнаружено превышение допустимого содержания бактерий группы кишечной палочки. В Хакасии заканчивается военно-патриотическая смена честь Имею. Она была организована в рамках трехстороннего соглашения ФСБ, Министерства образования и военно-патриотического центра Вымпел. В этом году палатки развернули в Очурском бару на территории лагеря Пьерку. В составе курсантов школьники 12 и 17 лет со всех городов и районов республики. Смена длилась 12 дней. В программе как теоретические, так и практические занятия. Подростки изучили основы альпинизма и рукопашного боя. Кроме того, прошли медицинскую подготовку, научились ориентироваться на местности и обращаться с оружием. Среди преподавателей действующие сотрудники Федеральной службы безопасности Хакасии, а также представители военно-патриотического центра Вымпел. В последний день работы палаточного лагеря курсантов ждет торжественное закрытие сезона. Уже этой осенью в Саиногорске появится городской сквер. Он расположится на месте, где раньше был центральный рынок. Его перенесли, а территория долго пустовала. Весной пустырь расчистили и выровняли. Сегодня городские власти заканчивают вынос системы водоснабжения, которая ранее проходила прямо под будущим сквером. В другой части площадки, где земельные работы не проводились, устанавливают бордюры. Через несколько недель здесь появится брусчатка. Законченный вид городской сквер приобретет уже к началу октября. На территорию установят малые архитектурные сооружения и детскую площадку. Также спроектируют технический узел для фонтана. Саиногорцы с нетерпением ждут открытия единственного в городе места культурного отдыха. Смотрите детей сколько. Смотрите мам, сколько ходите таких. И это нужно, как воздух. Эти бедные мамы там лавочки, лавочки, лавочки поделали на этой дорожке. И они вот с этими колясочками на этих лавочках на солнце. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Удачи и до встречи на нашем телеканале.